Что делать, если во время курса очищения организма с вами случилась интоксикация? Смотрите это видео до конца и вы узнаете, какие правильные шаги надо сделать, чтобы победить интоксикацию, а лучше всего не допустить ее. 7 лет назад я испытала очень жесткую интоксикацию и у меня на канале вышло видео об этом, где я честно рассказала о том, что со мной случилось и как я это пережила. Видео собрало очень много комментариев самого разного характера, очень много просмотров, в которых меня и закидывали тапками, и поддерживали. Мнений было много очень разных, но все сводилось к одному, что интоксикация это очень тяжелое состояние, и что если вы не знаете, как с ней бороться или как ее не допустить, то в самостоятельное очищение организма лучше не пускаться. Теперь, спустя 7 лет, когда я уже набралась порядком опыта, уже за плечами свои собственные курсы очищения многократно, и истории моих клиентов, которые также проходили курсы очищения, поэтому сегодня у меня есть полная уверенность в знании того, что именно нужно делать, если интоксикация случилась, и как ее не допустить. Что такое интоксикация? Интоксикация это самоотравление, отравление теми токсинами, которые начали у вас бурно выводиться из вашего тела под воздействием, возможно, сульфата магния, или в результате того, что вы несколько дней находились без твердой пищи, на полном голодании или на условном голодании по системе огонян. Когда включается элиминация, токсины очень бурно стремятся покинуть тело, и конечной точкой их приема является кишечник. Если вовремя не вывести токсины из ирычника, то есть не сделать клизму, то токсины снова впитываются в кровь через тонкие стенки кишечника, и происходит самоотравление, то есть интоксикация. Интоксикация очень тяжелое состояние, которое характеризуется такими симптомами, как нарастающая головная боль, тошнота, озноб, слабость, невозможность подняться с постели и очень тяжелое общее самочувствие, до такой степени тяжелое, что иногда приходится вызывать скорую помощь. Кроме того, интоксикация может сопутствовать рвота, боли в животе и другие признаки отравления. Когда человек попадает в такое состояние, то самостоятельно принять решение ему часто мешает его очень плохое самочувствие и полная растерянность. Но я надеюсь, что это видео поможет вам разобраться в этом вопросе и вовремя принять меры. Итак, какие меры нужно принять, как только вы почувствовали первые признаки интоксикации? Первый признак интоксикации – это нарастающая головная боль. Это такая боль, которая как будто бы давит на виски, и ваша голова начинает тяжелеть, как чугун. Ни в коем случае нельзя упускать этот момент и ждать, пока само собой все пройдет. Само собой не пройдет, будет только хуже. Поэтому лучше сразу принять меры и на первых признаках помочь себе с самой оперативной помощью. Первое, что вы делаете – это промывание кишечника. Это самая первая мера, которую нужно принять, чтобы избавить себя от большого количества токсинов, которые скопились в кишечнике. Промыть кишечник можно троекратным клизмированием, как мы делаем это обычно во время курса условного голодания. Клизма с солью и содой. Следующий шаг. Если вас тошнит, нужно промыть желудок. На литр воды взять примерно 1 чайную ложку соды и выпить эту воду, несмотря на сопротивление организма. И сразу вызвать рвоту. Таким образом вы промываете желудок и также испытываете некоторое облегчение. Следующая мера спасения – это прием адсорбента. Лучшим адсорбентом я считаю белую пищевую глину или каолин. Это мельчайшее пористое вещество, минерал, который как губка забирает на себя внутри желудочно-кишечного тракта токсины и выводит их наружу вместе со стулом. Если у вас есть такая глина, отлично, 1 чайной ложки на стакан воды вам хватит. И если вы будете каждые 2 часа применять эту воду с глиной, то очень хорошо поможете себе справиться с интоксикацией. Если у вас нет такой глины, перейдите в описании к этому видео и найдите ссылку, по которой эту глину я рекомендую приобрести. Я пользуюсь именно этой глиной и она себя уже зарекомендовала с самых лучших позиций. Если у вас прямо сейчас случилась интоксикация и у вас нет глины, то может быть у вас в домашней аптечке завалялся энтеросгель или полисорб, или смекта, или на худой конец активированный оголь. Вам нужно принять этот адсорбент по рекомендации на упаковке. Любой адсорбент работает одинаково, то есть он забирает на себя токсины внутри ЖКТ. Далее вам нужно обильно пить. Поскольку токсины требуют промывания и выведения из организма, то поможет в этом, конечно, вода. Пить много, пить желательно ощелачивающую воду, добавлять в нее сок лимона и много-много пить. Либо это может быть просто вода, либо это минеральная вода, например, ясентуки или боржоми, или кому что нравится, или то, что у вас есть сейчас в наличии в доме. Таким образом, если вы примете все эти меры, то буквально в течение часа вы почувствуете, как признаки интоксикации вас покинули. И совершенно не обязательно принимать при этом какие-то обезболивающие таблетки. Как видите, можно справиться вот такими безобидными средствами, которые не оставляют побочных эффектов, но которые очень эффективно справляются с интоксикацией. Если в течение часа вы не почувствовали никаких признаков улучшения, хотя это случается довольно редко, обычно эти меры помогают сразу. Но все же, если такое произошло, повторите все те же самые меры еще раз, и тогда есть большая вероятность того, что вам удастся справиться с интоксикацией. К сожалению, 7 лет назад я не знала, что нужно действовать именно так, и поэтому просто лежала и ждала, пока у меня все самое пройдет. Это было ровно 3 дня. 3 дня я мучилась, я была на грани чуть ли не помешательства от этих страданий. И поэтому неудивительно, что то видео, которое тогда я выставила на своем канале, набрало так много просмотров. Если вам любопытно посмотреть это видео, вы можете перейти на него по ссылочке вверху экрана и полюбопытствовать, что же со мной было 7 лет назад. Но время не стоит на месте, и мы тоже растем, мы растем в своих знаниях, в своем опыте. И мы обогащаем нашу практику все новыми и новыми наработками, которые помогают не только быстро избавляться от интоксикации, но и делать такие действия, которые ее просто не допускают. Да, представьте себе, сейчас, когда я работаю со своими клиентами по теме детокса, мы полностью страхованы от интоксикации практически на 100%, потому что мы научились применять очень хорошие меры профилактики. И сегодня я также об этом хочу вам рассказать, потому что любая профилактика – это лучше, чем скорая помощь. Итак, что же мы делаем для профилактики интоксикации, и в том числе для купирования интоксикации, если она случилась? Мы пользуемся набором эфирных масел, который выглядит примерно вот так. Это самый минимальный набор эфирных масел. Есть и другие наборы, но для того, чтобы начать делать детокс и применять при этом эфирные масла, вполне достаточно вот такого набора. Он называется семейная аптечка или домашний доктор. Он состоит из 10 флаконов эфирных масел, и среди этих флаконов есть несколько масел, которые очень хорошо помогают нам справляться с интоксикацией. Итак, что же это за масла? Ну, во-первых, помните, я вам говорила, что при первых признаках головной боли мы сразу ее купируем при помощи клизмирования. Если вы только почувствовали легкую головную боль и тяжелеющую голову, вам не нужно ничего ждать, вам нужно сразу идти на клизмы. Но когда мы имеем набор эфирных масел, то первое, что вам нужно сделать, это не бежать на клизму, а взять в флакон мяты перечной и нанести это масло на виски. Это делается очень просто. Наносим каплю буквально на палец, и этой каплей растираем себе виски. А затем просто растираем это масло в ладонях и дышим. Пары эфирного масла мяты перечной проникают сразу в клетку, в кровяное русло, и снимают спазм в сосудах головного мозга. Таким образом, боль уходит, и вы чувствуете сразу очень большое облегчение. И вполне возможно, что применив эфирное масло мяты перечной, вам даже не придется делать клизму. Представьте, вот настолько мощно и сильно работает эфирная терапия. Далее, вспоминаем алгоритм действий. Я вам говорила, что нужно принять адсорбент, глину или какой-то другой адсорбент, который у вас есть. В этом наборе есть дополнение к такому адсорбенту, либо же его замена, что тоже очень важно. Это пищеварительная смесь, которая называется Digest Zen. Это смесь для желудочно-кишечного тракта. И она состоит из таких масел, которые позволяют снять спазмы в животе, уменьшить чувство напряжения, боли, успокоить живот, снять тошнотные и рвотные позывы, уменьшить чувство дискомфорта в животе. И в общем и целом являются таким своеобразным адсорбентом, который помогает вам справиться с отравлением. Далее, если головная боль уже сильная и не помогает ни клизма, ни эфирное масло мяты перечной, у нас есть более серьезная артиллерия. Это эфирная смесь Deep Blue. Вообще-то, эта смесь предназначена для решения вопросов с опорно-двигательным аппаратом, боли в суставах, мышцах и прочее. И очень часто ее используют спортсмены или люди, у которых артрит и артроз. Но мы используем эту смесь для купирования головной боли. Мы наносим смесь на пальцы и просто массируем себе голову, тем самым усиливая кровоток. Очень быстро снимаются все спазмы в голове и головная боль отступает. И еще есть один фактор, который сопутствует интоксикации. Это так называемая паническая атака или, проще говоря, состояние паники, тревожности, когда человеку просто страшно, что с ним случится что-то совсем плохое. В таких случаях помогает эфирное масло лаванды. Мы также достаем его из набора и применяем ингаляционно. То есть, капаем в ладонь, растираем между ладонями, подносим к носу и сидим, вдыхаем этот аромат. Также лаванду можно наносить наружно, на виски, на грудь, либо просто капнуть на носовой платок и положить этот носовой платок возле себя. Пары эфирного масла лаванды будут подниматься и распространяться в помещении. И у вас наступит чувство спокойствия, и вы справитесь с признаком интоксикации. Я желаю вам никогда не попадать в состояние интоксикации. Всегда иметь у себя дома те средства, которые помогут вам справиться с интоксикацией, а еще лучше ее предупредить. Какие меры мы принимаем для предупреждения интоксикации, это тема отдельного видео. Ждите выхода следующего видео. До встречи!